Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Незаконная торговля алкоголем. В Анапе проводят плановые проверки магазинов. Пожарная готовность номер один. Отдыхающих детей в санатории «Бемлюк» научили правилам поведения при пожаре. Доступно и интересно. Литературный вечер в курортной Анапе. О чем рифмуют строчки южане? Сто лет исполнилась жительница станицы Гостогаевской Марии Нестеровне Сумбаевой. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На краевом селекторном совещании губернатор Кубани Александр Ткачев призвал руководителей и специалистов межведомственных комиссий проверить каждый магазин, где торгуют спиртными напитками. Вся продукция должна быть сертифицирована. Торговать алкоголем можно только по лицензии и рекламировать спиртные напитки запрещено. Три основных правила реализации нарушили в одном маленьком магазине в Анапе на улице 40-летия Победы. Мускат Гамбургский 110 рублей за литр. Звезда Кубани, стихия моря, красивая моя, не название вин, песня. Только запрещенная торговля разрешена по лицензии на пиво и напитки. Вина, шампанское, коньяк и водка в этом магазине пока нелегальные гости на полках. За полчаса проверки документов в магазин в поисках напитка Диониса вошли 15 человек. Приобрести спиртное не получилось, магазин не работает. Холодный лимонад привлекает десятую часть клиентов закусочной. Работать для женщин с детьми невыгодно. Хозяйка закусочной продляет лицензию на продажу спиртных напитков. Документов нет, на алкоголь наложили арест. До получения разрешения и решения суда все бочки, тетраупаковки и бутылки оставят хозяйки заведения на хранение. Но продавать спиртное женщина не имеет права. 430 литров вина и настоек, 105 литров вина, 20 бутылок коньяка и ящик водки. Все опечатано. Заманчивая надпись на двери магазина «Шампусик на розлив», кстати, тоже вне закона. Теперь только пустой звук. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И в это же время, но в другом конце города, на Пионерском проспекте, специалисты управления торговли проверили законность реализации спиртных напитков. Хозяева магазинов нарушают. Наша съемочная группа зафиксировала факт нелегальной торговли алкоголем. В ходе очередного рейда на улице Песчаная в районе рынка Джимите комиссия зашла в закусочную. В продаже шашлык и вино в тетрапаках. Как выяснилось, земля не предназначена под помещение общепита. По документам это индивидуальное жилое строение. Без согласования с управлениями архитектуры, торговли, налоговой службы и Роспотребнадзора, хозяева частного дома самовольно открыли торговую точку. Сотрудники полиции изъяли 30 тетрапаков с вином и чачей. На владельцев закусочной составили протоколы по статьям 14.1 и 14.2 Кодекса административных правонарушений, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и незаконная продажа товаров. Дела на предпринимателей переданы в суд. И к другим темам. О сколько нам открытий чудных готовит каждая проверка. Мэр Анапы Сергей Сергеев продолжает наводить порядок в городе. В центре города, в спальных районах и в курортной части. Относиться к своей работе внимательно, а за состоянием города следить по хозяйски. Такие требования предъявляет подчиненным мэр Анапы Сергей Сергеев, каждый день совершая обход города. В центре города у девятиэтажки вырос целый ряд гаражей. Конечно, парковка для транспорта – дело нужное, но из-за этих строений местные жители лишились места отдыха. Двор почти исчез. Как всегда, преследуя выгоду и собственные интересы, некоторые граждане ущемляют права большинства законопослушных анапчан. Жалоб от жильцов многоэтажки поступило много. Сергей Сергеев поставил задачу выяснить, на каких условиях, по какому праву и кто построил здесь гаражи. Так как на данный момент в городе застройщика нету, и посмотреть его документы правомерности данных строений мы не можем. В управлении муниципального контроля были отправлены запросы в соответствующие органы. После получения ответов на наши запросы, будет принято решение о дальнейшей судьбе данных объектов. А пока у хозяев похожих строений есть время, чтобы исправить ошибки и привести в порядок документы, стройки и город в целом. Все самострои пойдут под снос. Вадим Родин, Анапа-регион. Учиться можно интересно. Пожарные провели очередное профилактическое занятие для детей, отдыхающих в санатории Бимлюк. Как вести себя при пожаре, куда обращаться за помощью и какие номера спасателей набирать. Подробности учений и полезную информацию от пожарных расскажет Алина Гумерова. Ежегодно пожарная охрана проводит совещание перед началом летнего сезона с руководителями детских здравниц о соблюдении противопожарного режима и о проведении профилактики для обеспечения безопасности детей. Учат правильному поведению в условиях задымления, возникновения пожара. Проводят игровые программы. Сначала дети эвакуировались из корпуса на улицу, где их ждала игра по станциям. Ребята выполняли разные задания. Знакомились с пожарными и примеряли их костюмы. Учились оказывать первую помощь. Соревновались в конкурсах рисунков на асфальте, отгадывали загадки. Все эти упражнения необходимы минимум знаний для детей. Когда человек знает вот эти правила, когда отрабатываются вот все эти мероприятия, то уже когда возникает вот такая чрезвычайная ситуация, то человек уже как-то может сконцентрироваться и, по крайней мере, помочь себе и помочь тем, кто находится рядом с ним. Поэтому такие мероприятия, конечно, нужны. Проводить их нужно как можно чаще и проводить, конечно, во всех здравницах. Все дети, приезжающие в санаторий Бимлюк, обязательно проходят инструктаж по технике безопасности, расписываются в специальных журналах и смотрят документальные фильмы о том, как нужно себя вести во время чрезвычайной ситуации. Каждый заезд по программе в СМИ, мы проводим вот такие дни пожарной безопасности. Обязательно учебный пожарный выход. Дети знают, в какую дверь им выходить, в какое время, по какой лестнице. Пожарный автомобиль – самое интересное. Экскурсия и лекции, практическое занятие в одном. Ребята залезли в машину, посмотрели на начинку внутри, изучили пожарные приспособления. Благодаря такой игре дети узнали для себя много нового. Самое главное то, что я запомнила, нельзя баловаться спичками и зажигалками, особенно детям. В завершении мероприятия, устав от бега по станциям на жарком солнце, ребята решили остыть под прохладной водичкой шланга пожарного автомобиля. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. В Центре культуры Родина прошел литературный вечер, посвященный главным ценностям – семье, любви и верности. Анапские поэты делились философскими размышлениями о жизни, вспоминали историю муромского князя Петра и его жены Февронии. О любви немало песен сложено. Под таким названием прошла встреча любителей и ценителей поэзии, литературно-художественных объединений «Парус-Авангард» и творческого объединения композиторов «Арфий». Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми религиозными организациями России. Ведь в каждой семье есть свои примеры верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые стали образцами супружеской верности еще при жизни. По легенде, они умерли в один день, а их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Супруги были канонизированы. Соединение трех коллективов «Паруса», «Авангарда» и «Арфея» тоже можно считать творческой семьей. Совсем недавно отметили юбилейные дни рождения поэт Владимир Бухаров и композитор Валентина Хеониди. Темой любого автора неизменно является любовь, всеобъемлющая, настоящая. И анапские литераторы с удовольствием представили свои произведения на эту волнующую, трепетную тему. Я тебя помню, как подсадскую войню, а твоя любовь, как удар в бровь, а потом поцелуй подорожней. О любви немало песен сложено, и тем не менее, авторы вновь и вновь создают свои неповторимые произведения. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анна Парегион. 10 июля жительница станицы Гостогаевской Марии Нестеровне Сумбаевой исполнилось 100 лет. С юбилеем именинницу поздравили родственники, соседи, друзья и все станичники в Гостогаевском доме культуры. Подробности у Алины Гумеровой. Мария Сумбаева прожила удивительно долгую, яркую и сложную жизнь. Родилась еще до Октябрьской революции, с детства работала в колхозе. В тяжелые годы Великой Отечественной войны строила оборонительные сооружения и ждала мужа с фронта. Родила девятерых детей. У нее 12 внуков, 8 правнуков и 4 проправнука. Многие приехали со всей страны, чтобы побывать на праздники. Свои поздравления и подарок Марии Нестеровне передал глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. Поздравил именинницу президент России Владимир Путин, прислал открытку. А глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр лично поздравил землячку с днем рождения. По традиции в стихах. Сын Марии Нестеровны Владимир приехал на торжество из Казани. На вопрос, в чем же секрет долголетия мамы, ответил сразу. Она всю жизнь трудилась и благодаря своей жизнерадости она никогда не унывала. Она и сейчас не унывает. Она может сейчас такое словечко сказать, что боеваю. Мы все улыбаемся, как хочем. Много в этот праздничный вечер прозвучало пожеланий. Судьба Марии Нестеровны Сумбаевой – яркий пример для подражания молодежи. Она всю жизнь работала на благо Родины. Все собравшиеся родственники сфотографировались на долгую память. Вместе с любимой мамой, бабушкой, прабабушкой и прапрабабушкой. Алина Гумерова, Александр Кореневский. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра Алиса. Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. Торговый центр Алиса. Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 12 июля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 26-29, ночью до 24 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. 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 Продолжение следует...